В десятки лучших Пермский край попал в лидеры списка регионов страны по уровню развития науки и технологии. Успехи оценили представители отрасли. Перспективные направления в Пермском политехе будут готовить специалистов в области робототехники и мехатроники. Виртуальная реальность и цифровая экономика эксперты назвали наиболее востребованные на пермском и российском IT рынках проекты. РБК Перм продолжает знакомить вас с главными новостями. В студии Станислав Загайнов. Здравствуйте. Пермский край попал в топ-10 регионов страны по уровню развития науки и технологии. Приками оказалось на седьмом месте. Список составлен агентством РИА Рейтинг. По составлению рейтинга учитывалось 19 показателей. Человеческие ресурсы, материально-техническая база, эффективность научной деятельности, также ее масштаб. Индекс научно-технического развития Прикамия по итогам 2015-го составил 60 без одной сотой. Рост по сравнению с предыдущим периодом незначительный – 0,64. На первую десятку регионов лидеров по индексу научно-технологического развития приходится 62% всего производства инновационных товаров в России. По мнению экспертов, высокое место в рейтинге Прикамия обеспечило ряд факторов, в том числе кластерный подход властей в экономике. Это, с одной стороны, серьезные заказчики инновационной продукции. В первую очередь, это предприятие оборонно-промышленного комплекса, это предприятие машиностроения. И вообще тот факт, что Пермь остается негласной столицей России в сфере машиностроения. Как отмечают эксперты, наличие трех национальных исследовательских институтов в регионе позволяет находить перспективных молодых специалистов. Свои проекты они могут реализовывать на базе технопарка, инкубатора или другой организованной площадки для поддержки стартапов. Свою роль в росте индекса научно-технологического развития сыграло и внимание государства к оборонной промышленности, Мотовельхинским заводам, авиадвигателю, предприятию ПротонПМ и другим. К тренду на подготовку специалистов на рынке фундаментальных наук и технологий присоединяется и Политех. В университете будут готовить специалистов по направлению робототехника и мехатроника. О планах телеканала рассказал его ректор Анатолий Ташкинов. Сейчас ВУЗ занимается лицензированием этих направлений. Также со следующего года в Пермском Политехе начнут готовить нанотехнологов. В планах усиления работы по подготовке инженеров для нефтегазового комплекса уже в следующем году по этому направлению в университете начнется прием на специалитет. По словам ректора, ВУЗам необходимо отвечать современным трендам, чтобы выпускники могли соответствовать запросам на рынке труда. Наш Пермский край достаточно известен несколькими, как вы говорите, компаниями в области сервисной робототехники. А есть ведь еще и робототехника, связанная с электроприводом, еще с какими-то направлениями. Вот мы будем комплексно готовить специалистов. И «Протон», и «Авиадвигатель», и Пермский моторный завод, и «Мотовильсинские заводы». Они в один голос говорят, что современные технологические производства непосредственно требуют таких специалистов. Ректор политеха отметил рост спроса на обучение на магистратуре. Три года назад, после бакалавриата, продолжать обучение хотели всего 450 студентов. Сегодня эта цифра возросла до семи сотен. Наиболее востребованными на пермском и российском IT рынках будут оставаться проекты из сферы виртуальной и дополненной реальности, а также области цифровой экономики, в этом уверены эксперты. По их словам, проекты дополненной реальности уже проникают на рынок в этой области разработки, ведут IT-резиденты, бизнес-инкубатора и региональный центр инжиниринга. Проекты цифровой экономики подразумевают различные банковские услуги и технологии блокчейн. В этом направлении работает лаборатория криптоэкономики Пермского госуниверситета и компания «Биллинговые системы». По словам экспертов, небольшие компании могут предложить здесь свои нишевые решения, на начальном этапе даже не привлекая больших средств. Если совсем ничего нет, есть только идея, то сейчас у нас существует конкурс «Умник». Там у нас, насколько я знаю, финансирование идет в районе, кажется, то ли полмиллиона, то ли 600 тысяч на два года. То есть это вполне достаточный уровень для того, чтобы один или два исследователя могли над идеей поработать и привести ее в какое-то более-менее состояние для того, чтобы развивать ее дальше. Дальнейшим шагом может стать заявка на участие в конкурсе «Старт» в рамках гранта. Государственный фонд выделяет перспективным компаниям порядка 9 миллионов рублей на три года. Эксперт отметил, что эти деньги являются условно бесплатными, ведь уже через год после старта проекта по условиям необходимо выходить на продажи либо привлекать деньги инвесторов. Далее прогноз погоды. Больше новостей на нашем сайте. Перм-Харбиси.ру. До встречи.